Город для жизни людей. Сити-менеджер Андрей Шохин обсудил с представителями общественности работу городадминистрации за последнюю пятилетку. О том, что изменилось с 2015 года, он рассказал в формате встречи-презентации. В первую очередь Андрей Шохин обратил внимание на рост населения областного центра. Если в 2015 году во Владимире проживало более 355 тысяч человек, то сейчас почти 360 тысяч. Такой рост сити-менеджер считает признаком удачного развития города, в котором созданы комфортные условия для жизни, учебы и работы владимирцев, воспитания и обучения их детей. Во Владимире в прошедшую пятилетку вновь после долгого перерыва стали строить школы. Например, появилась 49-я на улице Спиранского на 1200 мест. А сейчас активно продолжается строительство школы в Коммунаре. Все идет в плановом режиме, никаких проблемных вопросов по данному объекту не возникает. Ввод школы у нас запланирован с вами на следующий год, к 1 сентября 2021 года, наконец-то микрорайон Коммунар обретет эту замечательную школу. Количество мест в дошкольных учреждениях тоже возросло. Пять лет работы и еще 1264 воспитанника смогли посещать детские сады. При этом каждый год на 200 мест становится больше и в ясельных группах. Андрей Шохин особо отметил микрорайоны, где пока еще не решена проблема с местами в детских садах шаговой доступности. Например, в Коммунаре. Шохин сообщил, что администрация города уже договорилась с застройщиком микрорайона о передаче мэрии 50 соток земли для строительства полноценного детского сада. Рядом со строящимся новым зданием средней школы номер 46. Кроме того, сказал Андрей Шохин, в Коммунаре планируется расселение старых бараков, а на их месте будет построен еще один детский сад. Развивается и сфера дополнительного образования. Сейчас во Владимире порядка 35 тысяч детей посещают различные секции. В том числе популярные кружки по робототехнике, созданные на базе пяти школ и ДТЮ. Помогли и многодетным семьям. С 2012 года, когда началось выделение земельных участков, мы уже 894 семьи многодетным выдали эти земельные участки. Из них 382 семьи уже получили разрешение на строительство. Кто-то воспользовался своим правом, продал данный земельный участок. За последние пять лет в эксплуатацию ввели более миллиона жилых квадратных метров. При этом за счет городского бюджета жилищные условия улучшили 793 семьи, в том числе 139 по договорам социального найма, 101 для детей-сирот. А более 1 миллиарда 239 миллионов рублей потратили на капитальный ремонт 559 домов. Обустроили 144 двора и 20 объектов общественных пространств. Отремонтировали более миллиона квадратных метров дорог и тротуаров. Сейчас уже в скором времени основные магистрали заканчиваем делать, там через год, через два. И мы переходим на второстепенные дороги. На последней сессии мы выделили дополнительно 16 миллионов. Это как раз вот эти подъездные дороги и тротуары именно к дворам уже даже со второстепенных дорог. Совершенствуется и система общественного транспорта в эксплуатацию. Ввели электронную оплату проезда. Социальных маршрутов стало 24. Это на 13 больше, чем в 2011 году. На остановках же появились электронные табло с расписанием маршрутов. Напомню, по городу их сейчас 50. В этом году планируют установить еще столько же.